привет ребята меня зовут кривошейная елена где нужно некий обычный килини и я сегодня о том как покупать товары в магазине икея ну для кого то наверное это простой вопрос но не для всех потому что не во всех городах россии есть икея и когда ты приезжаешь в первый раз ну даже второй или третий ты не всегда знаешь как действовать правильно нет конечно если ты приехал поглазеть увидел товар тут же взял его с полочки тут вопросов нет ты просто идешь кассе проплачиваешь и выходишь но у меня была немножко другая ситуация я опять ругают задражание телефона ну извините уж как есть прошу прощения еще раз значит я подобрала товар в интернете выписала артикул я не знаю как правильного дарения артикуль артикул артикул наверное в общем номер этого товара и я хотела взять именно этот товар с этим номером в икея значит как это делается можно бы конечно заказать по интернету и получить уже как бы там где-то в пункте выдачи но я так поняла за вот эту упаковку и сборку товара идет какая-то дополнительная денежка небольшая но все таки ее жалко потому ну и хотелось погладеть в самой ки что есть и соответственно вот этого взять подобрать значит смысл такой что если это товар малогабаритный типа например полотенца простыни не за тарелок что там еще может быть вешалок то это вы забираете прямо в отделах где эти товары имеются артикул стоит выписывать потому что по нему продавцы смогут точно определить деваш товар хранится значит придется вам ну найти самим очень сложно товаров много то есть пережить все и найти самим что-то очень сложно потому лучше обращаться к продавцам ситуация такая ты тоже началась в интернете что продавцам запрещено приставать к покупателям и даже если вы с очень озадаченным видом стоите в отделе к вам не подойдут и не спросят надо ли вам помочь соответственно вы должны сами разыскать продавцам которых найти очень сложно обратиться к нему и показать вот этот самый артикул номер этого товара продавцов разыскать сложно но они все-таки есть они уловимы они в яркой желтой одежде то есть сразу выделяются среди других покупателей то есть подходите к ним и они подскажут в какой отдел вам идти с вашим товаром а продавцы того отдела подскажут место где этот товар лежит это 1 2 если товар крупногабаритный он все равно выставлен в том отделе где он должен храниться то есть в отделе хранения теле постельного белья там не знаю отделе посуды он все равно выставлен но там как бы опытный образец скажем так образец для просмотра то есть брать этот товар там нельзя вы должны забрать этот товар на складе чтобы забрать его на складе вы смотрите на ценничек товара и внизу по моему прямо красным ну на на красном поле скажем так написано номер номер сейчас скажу там два номерочка ты идет первый наверное пытаясь вспомнить первый наверное ряд а второе место в этом ряду потому что склады эти киевские громадные 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 то есть приводит или перед этих товаров то есть вы ищите нужный ряд и ищите место на полочке где этот товар лежит ну например у меня по моему первый товар был третий ряд к примеру там 5 15 ну 5 полка или 15 я не помню а следующий товар был 20 ряд то есть его на найти пройти по этим складам и какой-то там 26 место кстати с местом оказалась ошибка то есть на двадцать шестом месте лежал другой товар а мы лежал на двадцать пятом рядышком но все-таки это мне немножко озадачила надеюсь что я все правильно взяла склады эти находятся на выходе из магазина то есть вы проходите всю икею там набираете все что вам нужно если вы нашли виде товара который можно сразу взять выписывать вот эти вот номер очки или фотографируйте к себе на телефон то что нужно взять на складе и доходите до склада там уже достаете нужный вам товар со скотских полок но в принципе там тоже есть продавцы не вам могут помочь объяснить как что искать и после этого вы идете на кассу отбиваете товар и счастливая уходите домой итак хороших вам покупок в икеа пока пока